Нашла. У меня тонкая копия выходит, она полностью в коробке по шее, голова только торчит. Так будем поднимать? Да. Защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем Надежду в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Надежды поднимайся в комнаты диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Надежду и интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам в свое биополе наперед сеанса? Доверит. Хорошо, ты говоришь, она в коробке стоит, да? Да, длинная коробка, полностью по шее, снизу вверх. Скэнер, отключи эту коробку от ее биополя, вместе со всеми сопутствующими чипами-датчиками, выводи из биополя и отправляй это все своим намерением в клетку-тюрьму. Нет, там жидкость внутри. Эта жидкость в шар собирается. Коробка в клетке, шар висит. Отправляю его в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, больше ничего, что мешает сканированию? Визуально не вижу. Хорошо, даю команду. На счет три скэнера сканирует пространство над головой Надежды, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Два, три. Скэнер сканирует все симптомы кистилы Надежды, находит все. У нее на голове сидит спрут. И он обессиленный, у него сил нету выйти даже. С силами его намерения вытягивай спрута, отправляя в клетку-тюрьму. Как при липкании присосками. Спрут, отлипай. Я тебе рекомендую сейчас. Готово. Клетки? Да. Итак, кто у нас? Сейчас, секунду. Спрут. Есть. Синий дракон. Есть. Джин. Есть. Инсектоид. Все. Хорошо. Ну как, четыре сущности, инсектоид. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии надежды справиться раций, энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкооборационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, сущности каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкооборационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к надежде. Страю прямой канал от надежды к этой коробке с прута и реверсом отдаю все негативное патогенное низкоабрационное, что находится в ней. Мощным потоком, 50 раз усилию потоки. Пошел процесс. Итак, инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. Сколько? Четыре года. Четыре года. Хорошо, мне показалось 34. Сколько у тебя инкубаторов? Один. Хорошо. Какой у нас джин? 72, 36. Золотой джин. У нас золотой джин. Ты посмотри. Рассказывай свою печальную историю. Как ты оказался в этом биополе? У тебя есть контракт с ней? Дружеские отношения, дружба. Контракт есть? Нет. Сколько ты находишься в этом биополе? Четырнадцать лет дружим мы. С какой вещью ты попал в это биополе? С красивой. Что? Красивой. Он показывает это что-то... Как ткань какая-то, платок, штора, может скатерть. Не знаю, что тут такое. Это ей подарили или она купила сама? Досталась ей. Наследство? Пришла. Вещь пришла к ней. Вещь пришла к ней. Хорошо. Итак, какой твой интерес был в нахождении в этом биополе 14 лет? Ты усложнял ей финансовый путь зарабатывания денег, безусловно. Зарабатывая на этом энергию. Конечно, нет. Я же сказал, дружеские отношения. Джин. Мне нравится ее вкус и желание. Ну, если я тебе скажу, что у меня, наверное, 50-й золотой джин, с которым я встречаюсь. Безусловно, я получал свои энергии, наслаждаясь скорпулезностью и накоплением. Ах, там присутствует энергия скорпулезности, энергия накопления. Вещей. Абсолютно верно. Это моя стихия. Это не просто твоя стихия. Пересматривать, начищать, охранять. Это все твои энергии на этой чистоте находятся. Правильно. В этом отношении мне, конечно, тебе сейчас трудно что-то предъявить. Хорошо, идем дальше. Ты в квартире находишься, я полагаю, да? Нахожусь. Кто еще присутствует в квартире? Синий дракон присутствует. Как реверс у нас? Закончит. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Надежда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Какой у нас синий дракон? Посмотри, пожалуйста. 19, 31. Сколько ты находишься в этом биополе, дракон? Год и 8 месяцев. И спрут с коробкой. Сколько ты находишься в этом биополе? И почему ты поставил ей эту голограмму? 16 лет. Ты самый старший здесь, я смотрю. Больше всех сидишь. Я наполнил ее своими. Ты водой ее наполнила, поставил голограмму. Обитанием моей среды. Да. В виде воды и слизи. Она хотела этого? Она просила тебя это сделать? Ты же видишь, у меня нужны эти ванны. Я понимаю, но ты знаешь, законы мироздания тоже существуют. И то, что ты делаешь, это называется паразитировать в чужом биополе. У тебя есть возможность получать свои энергии, а не 14 лет, 16 лет паразитировать в биополе. То есть ты понимал, что ты своим присутствием причиняешь ей очень сильный дискомфорт на физическом плане. Я постепенно заполнял, чтобы не нарушить ее баланс. Но ты его нарушил. Болевой. Ты его нарушил. Мне больше и больше места требуется. Почему ты не уйдешь в свой мир? Энергии не хватает. Плотно синхронизирован. Понятно. Хорошо, синхронизация мы вопрос решим. Как у нас с реверсом, Верочка? Закончен. Тогда начиная с вытаскивания, инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор, забирай все, что осталось на твоей чистоте, крепление, жидкость, ничего не забывай, возвращайся назад. Низ живота, тяжесть. Значит, там и лярвы, наверное, как будут. От подключки этого. Хорошо. И вверху в области желудка, у него там как защипы стоят вверху и внизу. Конечно, он защипнул, когда он устанавливал свой инкубатор. Ему же надо за что-то держаться. Поэтому он так вот и сделал. В этих местах обычно и получаются такие проблемы. А что у нас там с указательным пальцем? Она вроде писала, у нее там проблемы с каким-то указательным пальцем, если я не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю. Это вода слизь, Врута. Она забрала инсектоид. Так вот это, а, все осталось тогда на свои места. Хорошо. Итак, идем дальше. Джин, выходить не надо. Джин, втягивайся всю пыль, все свои подключки, все, что я оставил в ее биополе. Ничего не забывай, докладай готовности к проверке. Приступай. А, значит, руки и низ. Он говорит, я посадил ее на золотой трон. И что это значит, в своем понимании? Это значит, что ее энергии вокруг. Ноги и руки. Забрал он все. Синий дракон, выходи, снимай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Докладай готовности к проверке. Приступай. Готова. Спрут. Спрут. Что-нибудь еще осталось на твоей чистоте, твоей подключке? А, да, у нее есть в разных местах присоски. Хорошо. Выходи, вытаскивай все свои присоски, отключайся полностью, возвращайся назад. Он не выходит, он своей клешней достает. Он может такое делать? С щупальцами. Да, он ее вытягивает и снимает. Хорошо. Готова. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию надежды с спрутом, его коробкой, синим драконом, джином и инсектоидом на счет 3-1-2-3. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готова. Включаем внутренний белосвет надежды. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоаберационные чужеродные, находящиеся в ее биополе. 1-2-3. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Остаточная энергия тоже выходит. Да, есть шар. Открываю под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю и даю команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Подхожу к надежде, помогая моей энергией отстегнуть и все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают каналы, отстегиваются. Открываю воронку в галактическое ядро, каналы выходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Сейчас буду золотого джина и синего дракона. Открою портал в дом, квартиру, вернее, надежды. За это время вы снимете все, что вы там оставили. Соберешь, джин, всю свою пыль. Я приду, проверю и открою вам портал на вашу чистоту в первый раз. Все понятно? Да. Открывается два портала в квартиру надежды. 1-2-3. Джин идет в один портал, синий дракон во второй. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Инсектоид. Ты больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно, надеюсь. Понятно ему, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. У меня вопрос к Ли. Ли, выйди, пожалуйста, на связь. Да, на связь. Погла бы объяснить одну ситуацию. У меня здесь спрут 16 лет сидел, установил коробку, в ней была жидкость. Он был сильно синхронизирован и говорит, что я понял так, что он болен и нуждается в постоянной подпитке энергии. Обычно таких забирают или потомство, или же есть специальные службы. Они не доводят до такого состояния. Мы заберем его. Может, его забыли просто? Мы заберем его, там будем выяснить. Хорошо. Благодарю тебя. Я коробку уничтожаю, да? Да. Под коробкой открываю воронку в галактическое дро, она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Так что спрутки я помогут тоже добраться. Идем дальше, да? Хорошо. Поехали дальше. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии надежды до числового значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Надежда, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Собрано. Сгармонизировано. Уверенно. Очень хорошо. У нас осталось 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти к куратору или учить для надежды. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приедем к куратору или учить для надежды. Представьтесь, пожалуйста, как к нам к вам обращаться. Сними с него маски еще раз. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него интересный первозданный вид, конечно. Это связано с Египтом и с вытянутыми черепами. Он нас слышит? Он формируется. Понял. Он издалека. В нужное время. Я понял, да. Приветствую вас в этой прекрасной галактике. И пространством, в котором мы встретились, я подобрал вибрации и энергии, что были схожи с вашими допустимыми нормами. Благодарим вас. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться, уважаемый Куратор. Гор будет понятно и просто. Приветствую вас, уважаемый Гор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. Она написала 10 вопросов, которые она хотела бы задать своему Куратору. Будете ли вы так любезно, уважаемый Гор, ответить на эти вопросы? Отвечу, раз в этом есть необходимость. С вашего разрешения, начиная с первого вопроса. Откуда моя душа? Твоя душа с далекой галактики. Остановимся на планете, названием Песиус. Оттуда пришли прошлые или будущие. Цари Египта. Время текуче. Как может быть в прошлом, так и в будущем. Песиус у нас уже был представитель Песиуса в нашей комнате диагностики. Надеюсь, вам приятно. Прекрасно. Души меняются и перевоплощаются. Надеюсь, эти энергии в комнате диагностики вам приятны. Да, мне комфортны эти энергии. Но, чтобы вам были комфортны мои энергии и вибрации, мне пришлось гармонизироваться и подстроиться под ваш уровень. Все понятно. Вы сказали, что из другой галактики остановимся на планете Песиус, да? Да, именно так. Я бы хотела добавить, что у нас есть свои представители на Альдебаране. Но я прибыл сейчас с Песиуса. Все понятно. С представителями Альдебарана мы тоже встречались. Если мы здесь закончили, можем переходить ко второму вопросу. Или вы хотели что-то добавить, уважаемый город? Продолжайте так, как вы это делаете. Хорошо. Второй вопрос. Кем я была в прошлой жизни на Земле и какой опыт получила? Я лишь расскажу про жизнь в Египте. Ты была жрецой, имела власть даже выше, чем у фараона. Без жрецов не принимались законы и не издавались указы. Опыт, полученный в этом жизненном воплощении, очень высок, глубок и динамичен. Это опыт власти приказов и высокомерия. Знания тайных обрядов и знания тайн. Применение магии. Я бы назвал это применение знаний, но в вашем мире вы называете это магией, так как не можете многое объяснить. Знания Спесиуса давали огромную силу и власть. Этот опыт и был вынесен. Эти энергии и сейчас присутствуют. Это, видимо, эти золотые энергии, которые мы увидели в момент ее заправления. Да, именно так. Так я и понял. Золотые энергии знаний. Уважаемый куратор Гор, скажите, это ваша цивилизация принимала участие в построении этих пирамид в Египте? Или это было Дова? Это неправдный интерес. У нас на Земле нет этих данных, вернее, они очень расходятся. В какой период, приблизительно, о каком периоде земного времени мы говорим сейчас? Не могу ответить на этот вопрос, так как, как я уже сказал, настоящее и прошлое не имеют для нас определенного периода времени. Мы находимся и там, и там. Это трудно понять в вашем измерении. Почему я понимаю? Это просто сознание до такой степени развито, что может находиться в двух разных местах одновременно. В разных местах, получая энергии и знания, и в то же время совмещая эти два параметра. Я благодарю вас за это разъяснение, уважаемый куратор Гор. Если вы хотели добавить что-то или мне продолжать? Продолжайте. Третий вопрос. Сколько процентов темной энергии я набрала? В этом воплощении 24% негативной энергии, той энергии, которую можно набрать на планете Земля. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько осталось? Одну секунду, считывая информацию, я понимаю, что вы смотрите узким параметром. Возвращаясь к предыдущему вопросу, вы же понимаете, что душа набирает негативные энергии, проживая разные воплощения и присутствия. Но вопрос был о нынешнем воплощении и такой же был ответ. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас. Следующий вопрос, пятый. Нет, прошу прощения. Четвертый. Сколько кармических узлов я прошла и сколько осталось, вы сказали сейчас? Нет, я не ответил на этот вопрос. Я дополнил к предыдущему. Вы смотрите лишь одно воплощение, не учитывая, что душа огромный, имеет багаж знаний и опыта. Я лишь отвечу на то, что вы спрашиваете. Но это крупица познаний по сравнению с тем, что знает душа. И так в этом воплощении пройдено четыре кармических узла. В дальнейшем будет зависеть от тебя твоего развития и энергий пять или шесть. То есть еще один или два. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Гор, за этот ответ. Следующий вопрос, пятый. Какие таланты и способности мне необходимо развивать? Тебе необходимо вспоминать свои энергии, знания, телепатические способности, ясновидение и прочие другие возможности, которые заложены в твоем внутреннем опыте и прожитых воплощениях, а также происхождении. Дальше. Продолжать или вы хотели добавить? Да, продолжай, пожалуйста. Шестой вопрос. Какие у меня недостатки, от которых необходимо в первую очередь избавиться? Для планеты Земля и нынешнего воплощения власть и пренебрежения чужим мнением — это главные два недостатка. Я бы приложил к этим недостаткам неразвитие и непонимание себя. Большая душа погрязла в земной рутине. Для меня это считается недостатком. Я не живу на Земле, и поэтому могу озвучить это. С другой стороны, я могу, как куратор, принять это и понять. Земля обмелчала технологиями, спустившись до материального уровня. Поэтому я могу принять путь большой души, которая идет мелким путем. Благодарю. Благодарю вас за этот ответ. У меня еще один вопрос к предыдущему вопросу, где вы сказали о необходимости души развиваться и вспоминать, кем она была. Это связано с ее воплощением. Я не сказал вспоминать, кем она была. Я имел в виду вспоминать накопленные знания, а не внутри. И если сделать на них упор, они всплывут на поверхность. Это то, что я имел в виду. Вот. И возвращаясь к этому вашему ответу, я хотел бы спросить. В тот момент, когда она жила в Египте и была жрицей, ей эти знания были даны. Она вспомнила тогда, кем она была, и получила эти знания? Нет. Эти знания заложены с рождения в ее душе. Именно ими она пользовалась. На телепатическом уровне, проживая в Египте, была другая связь, другие энергии и возможности, другие технологии. Благодарю вас за это разъяснение. Просто, чтобы было ей понятно, я спрашиваю для нее. Я просто знаю, что у нее возникнут какие-то вопросы, и интуитивно я их задаю. Седьмой вопрос. Года 2-3 назад, вернее, года 2-3, последнее, у меня температура тела ниже 36 градусов, а бывает и ниже 35. С чем это связано? В ней сидело несколько интерферентов, один из них 16 лет сидел, может быть, это попадает. Я объясню. Интерферент мог влиять, несомненно. Но здесь есть еще особенность души. Параметры энергии и вибрации, названные душой, соответствуют прекрасному количеству. Не надо бежать за большими цифрами. Нужно понимать свои энергии. Те цифры, которые были названы, прекрасно гармонируют с матрицей Земли и душой Спесиуса на сегодняшний день. То есть это абсолютно нормально для нее? Именно так. Эти особенности души могут влиять и на другие параметры крови, например, недостаток чего-то, как, например, железо, низкого давления, низкой температуры или других параметров. Всегда нужно учитывать внутреннее состояние, прежде чем пытаться повысить выше и выше до норм, установленных человеческими наблюдениями и общими выводами. Благодарю вас за это разъяснение. Можем идти дальше. Восьмой вопрос. В последнее время не хочу быть дома или после работы не хочу идти домой. С чем это или кем это связано? Много энергий. Много разных энергий. Энергий от биологических тел со своими подселениями, а также энергетическое поле квартиры, где есть обитатели. Эти энергии пересекаются между собой. В них становится некомфортно. Мы сегодня почистим ее квартиру. Это будет наш следующий шаг. Я думаю, мы уберем и закроем порталы. Также уберем всех обитателей, которые там себя приятно чувствуют. Здесь есть еще одно обстоятельство. Любовь. Люди, которые проживают с тобой, связаны с тобой словом «любовь». Поэтому пересекание этой энергии накаляет чувства. Именно поэтому это отражается на твоем нежелании возвращаться, чтобы не обидеть, не ранить или не получить ранения. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый куратор Гор. Девятый вопрос. С моим бывшим мужем мы в разводе более 27 лет, но сохранили хорошие отношения. Встречались ли мы с ним в других жизнях? Если да, то где и когда это было? Мы, видимо, тогда что-то не проработали и в этой жизни тоже. Можно ли сейчас еще что-то сделать? Сделать можно всегда, пока души находятся на одном объекте. Так как вы оба находитесь на планете Земля, две души могут договориться, объединиться или продолжать делать, проходить определенный опыт взаимовырастая. Я начал с конца вопроса. Первый вопрос был, встречались ли мы на планете Земля. Раньше мой ответ будет нет. На планете Земля такой встречи не было. Но две души договорились пройти определенный опыт на другом объекте. Опыт не пройден. Связь сохранена. Еще раз напомню о матрице планеты Земля. В вибрациях и материальном мире эмоции и окружении понизили вибрации, разрушили правильность отношений. Вы называете это характер. Мы называем это особенность души, которая прорабатывается или же наоборот проявляется для правильного прохождения опыта и получения через опыт. От осознанности душа разрастается, получая новый правильный опыт. Скажу больше. Окружающие вас люди дают определенный опыт, так же, как и вы даете им. Поэтому каждый, кто рядом, зачем-то нужен друг другу. Вы же не учитываете это, ставя впереди власть, амбиции, эгоизм и прочие чувства. Забывая о душе и опыте, который должна получить душа. Как я уже сказал, используя эгоизм, вы закрываете дорогу развития души. Открывая душу, вы получаете опыт, а, соответственно, осознанность, расширяя душу. Благодарю. Мы все друг другу учителя и ученики. Иногда дети обучают родителей. То есть это абсолютно нормальный процесс. Нет, обучаются те, кто хочет обучаться, понимать детей и делать выводы. Тот, кто эгоистично запрещает и выдает только свою волю, не учится, перекрывает развитие души. Благодарю вас за это дополнение. И с вашего разрешения я перехожу к последнему десятому вопросу. Как мне связываться с моим куратором и какие советы вы могли бы мне дать? Твои энергии, прочувствуй их. Ты можешь ладонями понимать и развивать их. Научись пропускать золотые энергии внутри своих энергетических центров. Этой энергией ты можешь защищаться, наполняться. Также золотыми струями соединяться телепатически со мной. В первую же очередь тебе нужно понимать свои энергии, понимать свои вибрации, чувствовать их внутри себя. Телепатически мы связаны. Когда ты сможешь научиться визуализировать и чувствовать эти энергии, ты легко сможешь общаться со мной. Телепатически, обычно душеспециусы, просыпаясь, быстро нагоняют и вспоминают свой опыт и знания. Тишина, радость и внутреннее спокойствие – это главная особенность наших душ. Мы идем к знаниям, потому что они есть, и мы их прочувствовали, мы их видели, мы их, можно сказать, создали и принесли сюда. Это то, с чем родились наши души. Многие из наших душ, наши технологии и познания распространялись далеко за границей нашей галактики. Именно поэтому наши знания живут внутри наших душ спокойно, без эгоизма. Это особенность нашей души. Интеллект, ум, но не тот ум, который вы используете. Ум, который наполняет душу. Это ближе к яснознанию. Зная, откуда ты и какие внутренние силы ты несешь, дает тебе спокойствие, знание и радость. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Куратор Гор. Если вы позволите один направляющий вопрос, мне кажется, этот ответ будет интересен для Надежды. Она, к сожалению, его не спросила. Как выглядят представители PSU и как выглядит ваш мир? Невозможно описать вашим измерениям, как выглядит наш мир. У нас таких слов нет, да? Вы не сможете представить всё, что вы представляете, на уровне потрогать и ощутить физическим телом. Наши тела трансформируются так же, как и наше пространство. То есть вы подстраиваете пространство под себя? Мы подстраиваемся под пространство или же мы подстраиваем пространство под себя, как я уже сказал, используя будущее, настоящее и прошлое. Это совершенно другой уровень. Я благодарю вас, уважаемый Куратор Гор, за это объяснение. Не сочтите, пожалуйста, за праздный интерес. Просто представителю этой планеты Надежде будет тоже приятно узнать такие нюансы. Хорошо. Вопросов у нас больше не осталось. Остался маленький нюанс, который в этой комнате диагностики есть. У нас есть очень добрая традиция. Каждому Куратору, каждому Учителю, который к нам сюда приходит, мы делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого Куратора Гора, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его помощь и его ответы, а также просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Да, мне нравятся эти вибрации, исходящие из этого подарка. Благодарим вас, нам очень приятно. Я приму его с благодарностью. Принимаем вашу благодарность. Передавайте, пожалуйста, привет от нас с Верой, вашей прекрасной планете Песиос. Мы будем рады всем Кураторам, Учителям, которые достучатся, как вы, до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать препятствия, которые лежат у них на пути, открыть двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Благодарю за эту встречу. Мне пора рассинхронизироваться. Благодарим вас. Всего наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Надежда, мы закончили встречу с вашим Куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Я не могу описать свое состояние. Это завороженность и в то же время внутренняя радость и пламя жизни. Замечательно. Благодарю вас за эту встречу. Во благо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Продолжение следует...